Жители округа предупреждают о змеях. В теплое время года их можно встретить чаще, не только на дачах, но даже в городских парках. Спасатели напоминают простое правило поведения при встрече с присмыкающимися. Не пытаться поймать. Гадюки не нападают на людей, если их не провоцировать. Она прямо напротив меня подняла голову. Я думаю, сейчас как кинется, и хвост стал подниматься. Почему я поняла, что это гадюка? Потому что только у гадюки хвост в ходуном ходит. Это сейчас дачница Светлана Тисина может спокойно рассказывать о нежданной встрече. В прошлом году на ее участке неоднократно появлялись змеи. Наткнуться на гадюку можно было в самом неожиданном месте, что постоянно пугало хозяев. Одну такую незваную гостью Светлане даже удалось поймать. Это прошлые года, как бы я не слышала. У нас вообще участок здесь 85-86 год мы взяли. Поэтому как бы змей вообще не было, даже на слуху не было такого. А в прошлом году слышала неоднократно от соседей о том, что змеи лазают не просто по дорожкам, ползают точнее, а даже по участкам. И сама лично визуально видела. Все лето придется ходить в какой-то резиновой обуви и все. И просто смотреть, быть внимательной. Встретить змею на даче, в городском парке и даже на детской площадке в начале лета вполне реально, объясняют югорские спасатели. В теплую солнечную погоду, которая установилась сейчас в регионе, земноводные активны. В прошлом году в Нижневартовском управлении ГОИЧС, например, неоднократно фиксировали звонки от обеспокоенных горожан. Тогда обошлось без несчастных случаев. Гадюк ловили и выпускали обратно в лес. Но делать это самостоятельно категорически запрещено, напоминают спасатели. Значит, стараться все-таки от этой змеи не подходить и не шевелить. Она сама уйдет. Врать ее там, это представляет вообще-то опасность. Если самому не факт, что она может и мгновенно укусить, и потом тяжкие последствия могут быть. Специально для сезона пикников и каникул спасатели разработали памятки, в которых информация о поведении при встрече со змеями. Основное правило – ждать, пока гадюка не уползет сама. И еще стоит обратить внимание на свой внешний вид. То, как я сегодня одета – яркий пример того, как не надо одеваться, выезжая на дачу, загород, на пикник, даже на короткое время. Лучше отказаться от шорт, юбок и платьев. Ноги в обязательном порядке должны быть прикрыты. Например, вот такими брюками из плотной ткани. А в качестве обуви лучше выбрать резиновые сапоги. Жанна Кузьмина, Александр Титаренко, Вести Югория, Нижневартовск.